Доброе утро, мои дорогие друзья! Доброе летнее утро! Первый день лета. Замечательно! Я решила покрасить Максюшкины качели. И вы знаете, в какой цвет? В белый. Потому что у меня осталось немножко белой краски. Красить мне больше нечего. Ну, можно было начать там красить трубы на кухне. Ну, и так там всё это вот пока красила двери, окна. Всё прямо, ну, не выветривается такой запах. И я решила, что Максюшины качели надо покрасить. Я в прошлом году покрасила их синей краской. Ну, чтобы было у меня беседкой, качели синие. Но краска такая была, я не знаю, что с ней. То ли она была перемороженная, то ли что. Она как, знаете, похожа на водомульсионку. В общем, руками он берётся. И руки у него синие. Но специально покупать краску я не стала. Поэтому я решила, что я вот этой белой покрашу. Ну, может, не очень симпатично будет. Но зато чисто. Лена, правда, мне написала, говорит, не крась, я люблю красить, я к тебе приеду покрашу. Но у меня сегодня настроение самой покрасить качели. Так что вот буду этим заниматься. Работа закончена. Вот такие вот качельки получились. Беленькие, беленькие. Ну, наприк, прыгалась я вокруг них, наприседалась. Вроде покрасила, покрасила. С одной стороны это шло. Нет, там кусочек остался. В другом месте кусочек. После синего белым красить очень сложно. Вот белое закрашивать синим. Как-то было мне проще. Хотя они не были белыми. Они были когда-то, были жёлтые с красным. По-моему, вот это вот сиденье было красным. А, о, вон, вижу, под сиденьем плохо закрасила. Краски ещё немножко осталось. Но я уже не хочу, не хочу, девочки, лезть в неё. Потому что я уже ручки помыла. Я этот раз не очень себя вымазала. Вот, старалась так аккуратненько. Потому что нечем, кроме как жидкостью для снятия лака, нечем отмываться. Вот. Так что вот такие вот Максюшки-качельки. Качелькам этим 40 лет. Потому что покупала я их ещё, когда родилась Лена. Ну, не когда родилась, наверное, годика, может, два, может, три ей было. Я купила ей эти качельки. Вот. А ещё у нас был бассейн надувной. С Одессы привезли седьмого километра. Потом был... Второй раз ездили, в другой привезли. А потом уже здесь где-то покупала что-то. Ну, а теперь нету, потому что... Потому что потому... Потому что Максюша со мной не живёт. Вот. И не так часто они ко мне приезжают, чтобы тут ловить эту погоду. Потому что ловить погоду надо, чтобы надуть бассейн, налить этой водички. Это ж не то, что крытый бассейн. Спрашивается, чего я стою и болтаю, когда можно сесть и с вами разговаривать. Вот. Качель я вам показала, и всё хорошо. Конечно, с этим штативом немножко болтается. Телефон мой, ну... Ну, не очень. Ветер, конечно. Опять поднялся ветер. С утра было нормально, было тихо. И я подумала, что ну вот, наконец-таки лето наступило, и уже теперь будет тепло. Но... Ну, поднялся ветер, и опять прохладно стало. Пока я красила, мне было жарко, я была одета немножко теплей. Потом пошла умылась, и думаю, что надо раздеться, а то мне жарко. Сделала себе горячий шоколад. Вот. И думаю, пойду-ка я остыну, посижу в беседке. Ну, вы знаете, что как-то... Как-то мне не жарко совсем. Тем более у меня всё ещё насморк. Позвонили мне с поликлиники. Вчера, когда я делала УЗИ сердца, мне сказали, что надо сделать... Забыла, как называется. Слово такое незнакомое. Какой-то аппаратик мне прицепит сюда. Не просто прицепит, а как-то на ремешках, наверное, он будет. И целые сутки я с этим аппаратиком буду ходить. А через сутки мне надо будет пойти в поликлинику, опять его снять. И они будут там проверять все мои туки-стуки в моём сердце. И определять, от чего у меня вот это вот было, что я шла, и... Мне было очень тяжело. Я останавливалась и отдыхала, и потом ушла дальше. Но это было, слушайте, это было в январе. Сейчас у меня уже такого нету. Ну, конечно, если я тащу сумку тяжёлую даже... Ну, не болтайся, пожалуйста. Вот, тащу полную сумку там продуктов с рынка, или как вот я езжу в светофор. Ну, естественно, там я ж не поеду за одной какой-то вещью. Я, естественно... Девочки, буду я рукой придерживать немножко, а то болтается совсем. Вот, и если я это тащу, это ж надо в автобус её занести, потом с автобуса надо вылезти. То, конечно, я прихожу домой, и мне тяжело, я уже устала. Вот, а так вот, как тогда у меня было, что я просто иду, несколько шагов сделаю, и всё. И не то, что у меня сердце тряслось. Нет, сердце у меня не дрожало. Я сама не... Вот так вот я не делала, как гончая собака. Просто у меня было какое-то вот... Ну, вот всё. Вот я как-то вот устала, и всё. Постою немножко, отойдёт, и я пошла дальше. Но это было где-то в январе. Вот, потом это прошло, и больше у меня такого не было. Ну, вот просто пока я дождалась очереди у кардиолога. Это ж не так всё просто. Это к участковой можно записаться вот... На этой неделе записаться на следующую неделю. К кардиологу записываешься. Это может быть через две недели. А может быть и дальше. Вот пока я попала к кардиологу. Потом пока я вот два месяца я ждала, пока я попала уже на УЗИ. И теперь мне вчера вот сказали, что вот на этот аппаратик этот, чтобы проверить, от чего у меня такое было, когда это было. Это понятное дело. Вот сейчас что-то произошло, и вот проверяют. А сейчас, когда это было в январе, а сейчас июнь, я не знаю, что они могут теперь узнать и услышать. Тем более я принимаю эти таблетки сердечные. Я забыла, как они называются. Знаю, что на буква Б. Бесопролол. Их много очень таблеток на Б. И я принимала и от головокружения какие-то. Это бедагистин, бесопролол. Ой, в общем, их море. Ну, вот если бы я готовилась к этому видео, я бы, конечно, уже посмотрела, записала бы название таблеток. Вот. И тоже вот они сказали через два месяца, а тут кто-то отказался. И мне медсестра позвонила сегодня, что если хотите, то завтра в 13.30 вы можете прийти, значит, на этот аппарат. Но сказала, чтобы я принесла еще 10 листочков белой бумаги А4. Зачем? Интересно, зачем? Непонятно. Может, просто так? Знаете, как в детском саду постоянно, что же носили бумагу для рисования? Ну, вероятно, может, поликлиника тоже бедная. Бумаги у них нету. Ну, в общем, завтра узнаю. Но я им говорю, я сегодня очень занята дома. Я говорю, я сегодня никуда не пойду ее искать. Потому что я даже не представляю, где я могу сейчас здесь рядом где-то купить эту бумагу. Я у Аришки спросила. Она говорит, в книжный магазин надо сходить. Там какой-то... Ой, краска. А я-то думала, что я нигде ничего не выпачкала. Фу. Она уже и засохла даже. Думаю, что это рука одна к другой. Ну, засохла и это самое. Все равно придется. Ну, вроде маникюр... Маникюр сегодня он нормальный. Сегодня я уже в огород не полезу. Нечего мне так напрягаться. Тем более мне уже Лена за два дня тут много такой работы сделала вокруг этой моей круглой грядки. Я даже за нее выяла с девчонки браться. Потому что там сплошная осака. И я попробовала ее рвать. Она не рвется. Ни лопатой невозможно ее выдрать. Ничего. Она же... Знаете, как они сплетаются, эти корни от осаки? Это вообще какой-то кошмар. И там были цветочки. Короче, Лена вырвала все. Цветочков никаких нет. Они и не вышли в этом году. Их, наверное, осака забило совершенно. Там эти клубеньки маленькие. Были красивые цветочки такие вот. Теперь вот как она вырвала, надо будет прямо попробовать там этими штучками поковырять. Может быть, найду там эти цветы, пересажу куда-нибудь. А вот. Так что вот, завтра я пойду. И как я буду целый день ходить с этой штуковиной? Она такая будет на ремнях похожа. Она что-то говорила, вам так застегнут ее туда-сюда. Потому что не приклеят же ее ко мне. Ну, в общем, не знаю. Посмотрим. Раньше ведь такого не было. Я знаю, у меня у папы был инфаркт. Так ему только это самое... ЭКГ делали. Все. Ну, раньше же только ЭКГ было. Никаких УЗИ, ничего. Вот. Ариша моя говорила. Вот я когда ей сказала, что мне такое будут к сердцу прицепливать. Она говорит, когда она Максимкой ходила беременной и лежала на сохранении последние денечки, то ей на руку, потому что у нее давление что-то прыгало, ей, говорит, на руку такой тоже аппаратик прицепляли на сутки. И проверяли, отчего у нее так прыгает давление. Но, говорит, очень мешало спать. Ну, посмотрим. Ну, надо же уже, если уже начала проверяться, надо же уже и провериться. Пока это, девочки, все бесплатно у нас, почему бы и не проверить свое здоровье. Правда? Вот. И еще хотела вам рассказать то, что я вчера зашла в Яндекс, там что-то я смотрела и новость узнала. Теперь после вот этого, как самолет наш, не наш, приземлился в Минске, и теперь вот это вот воздушное пространство Украина, Польша не дают, летать не дают дороги нам, чтобы мы пролетели в Турцию, в Египет. Теперь, чтобы полететь в Египет, плюс еще 45 рублей, долларов, 45 долларов, а в Турцию 40 добавляется. Вот. И даже тем, кто давно купил путевки, вот сейчас вот, чтобы все-все-все доплатили вот эти вот деньги. Вот так вот. Говорили, что будет дорожать это все. Раз через Россию будем летать, то путевки станут дороже. И так, и так никто не может лететь, потому что путевки дорогущие. Все стараются какую-то горящую купить. Вот. А раньше мы еще старались через Киев полететь, со Скиева, на Украину доехать. Вот как мы с Аллой в Хургаду летели, мы на Украину ехали, и уже с Киева летели. Это намного дешевле. И вот почему оттуда намного дешевле, а с Беларуси так дорого. Почему от нас все это так дорого? Как будто здесь, в Беларуси, живут самые богатые люди. Да у нас, я не знаю, у нас... Я вообще не слышала, чтобы у нас тут миллионеры какие-то были. Но в моей округе, я не знаю, ни на нашей улице богатых людей, ни каких-то знакомых, никого. Ну, может быть, они, конечно, общаются не с такими, как я, нищими. Но дело в том, что все равно знал бы кто-то побогаче. Даже вот раньше считалось, что вот кто работает на рынке, у кого своя вот точка, это бутик свой, ну, человек, значит, как-то немножко более так побогаче. А сейчас, а сейчас и это, Светик моя перешла в новый ларечек, ларечек, в новый бутик маленький наполовину, чтобы меньше платить, потому что торговля, говорит, никакой. Только плати налоги. Так что вот так вот, девочки мои дорогие. Вот такие вот у меня новости. Все, допиваю. Допила шоколад. И все, пойду помою еще ножки. Сама уже мыться не буду. Я не могу сказать, что я уже так прямо спарилась, потому что мылась я вчера. Вот хвостик я тут заколола, просто чтобы волосы не мешали. Поэтому пойду видео обработаю, загружу его. Надо же чем-то заниматься. Уже в огород сегодня не пойду, хватит. На сегодня хватит, иначе руки замертвеют. Опять ночью спать не буду. Вроде днем ничего не болит. Ничего. Вот можешь пахать и пахать и пахать. Как только вечер ложиться спать, отдыхать, все. Там заболеть, там заболеть. Руки замертвели. Поясница заболела. Вот почему так? Поэтому я и никогда не могу остановиться. Если уже берусь что-то делать, то уже до последнего конца. Пока не выхожу, а выползаю. Все. На сегодня все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok